В субботу 19 мая пионерское движение отметит 90-летие. По всей стране уже полным ходом проводятся различные мероприятия, посвященные юбилею. В Запорожье начали отмечать праздник с форума пионерских организаций. Пионерские костры, зорницы, сборы и линейки. Об этом участники форума знают не понаслышке. Пионеры разных поколений пришли на форум, чтобы вспомнить былые годы и встретиться с друзьями. Воспоминания самые светлые об этих днях, потому что, ну это, вы видите, это ярко, это красочно, это музыкально, это весело, это задорно. Конечно же, много было каких-то формальных вещей, но это все как-то ушло на задний план. Может быть, потому что это была молодость, может быть, это потому что была юность. Но мне кажется, что был азарт, была увлеченность и была какая-то идея общая, которая объединяла всех вокруг этой идеи. То, чего, наверное, сегодня не хватает нам. Когда было 50-летие пионерии в 1972 году, мы сделали великолепный подарок, который стал сегодня визитной карточкой города Запорожья. Мы построили детскую железную дорогу. Это был наш подарок. В те времена это были, не только воспитанием занималась пионерская организация, она выражалась это все и в материальных делах. Была даже, когда мы строили детскую железную дорогу, пионеры собирали металлолом. И специально на заводе «Запорожсталь» была пионерская плавка, которая пошла в зачет строительства детской железной дороги. Пионерские организации сегодня действуют в 22 областях Украины. Это не отряды в каждой школе, это отдельные организации, вступление в которые абсолютно добровольное. Несмотря на это, ныне профессиональный психолог Ирина уверена, что нам вряд ли удастся возродить пионерию в том глобальном формате, каковой она была раньше. Наше потребительское ко всему отношение и стремление набить именно свои карманы никак не стыкуется с пионерскими постулатами – делиться и помогать всем. Родители не все соглашаются давать детей в пионеры, потому что думают, что это единоразово, это опять какая-то политическая агитация или еще что-то в этом роде. То есть они придут, они посмотрят, но мы хотим заметить, что это не единоразовая работа. Она есть, она будет вестись, потому что детям, молодым людям в наше время очень тяжело. Главная цель пионерской организации – это воспитать в детях те моральные качества, которые в нашей нынешней молодежи, я могу выступить, от их имени у меня самой 22 года, и выступить то, что воспитать нужно те моральные качества, которые не хватают. Это и уважение к старшим, это и здоровый образ жизни, это и умение принимать правильные решения в сложных ситуациях. Все это нашим деткам нужно сейчас показать. 19 мая в субботу пионеры всех поколений смогут принять участие в шествии от Аллеи Славы до Порта Ленина и всей украинской линейки, посвященной 90-летию пионерии. Начало мероприятия в 12.00. Каждому участнику в подарок пионерский галстук. Субтитры создавал DimaTorzok